Ключи участникам жилищно-строительного кооператива «Остров» начнут выдавать в грядущие выходные. Для этого пайщики заключат договор временного пользования и смогут обустраивать свои дома. Такое поручение дал губернатор Приморского края. А вот договор пользования, который позволяет жителям этих коттеджей зайти, что-то делать, понимая, что это уже дом, мало ли что-то прибраться, где-то что-то подделать. Подделать, ну это же всегда дом, который стоит, требует к себе внимания. Это почему вы? Организуйте эту работу, соберите этих людей, 38 пользователей, проведите среди них, еще раз, как говорится, покажите им эти дома, подготовьте справки, чтобы не то, что они ходили куда-то писали, чтобы у вас справки были готовы. Кто пожелает, расписался, вручили ключи, отдали. Кто не пожелает, лежат там. Понятно? Есть. Вот сделайте такую работу. Значит, сделайте эту работу, на субботу сделайте. Во время осмотра поселка Долгостроя на Русском острове, министр строительства доложил, что на сегодняшний день на всех пяти участках выполнен весь комплекс наружных сетей газоснабжения, водоотведения, водо- и электроснабжения. Все находится на сегодняшний день в виде водов дома, усилия работу по вертикальной планировке участка номер 2. Почему с него начинаю? Потому что он самый тяжелый и будет водиться самым последним. По словам члена кооператива Ксении Феоктистовой, за последние две недели сделано больше, чем за предыдущие несколько месяцев. Были проблемы с газом какие-то нерешаемые, и все откладывалось и вкладывалось. Но самое критичное, что не было никаких сроков, и не было вообще разговоров о том, что дома начнут отдавать пайщикам. То есть их передали в ЖСК, сети не были подключены, и все это тянулось-тянулось, и не было неопределенности. Вот Олег Николаевич приехал и к точке расставил. Теперь уже мы все точно знаем, в какие дни, когда кто получает дома, ключи. В ходе осмотра ЖСК пайщики рассказали, что добираться до своего участка не всегда удобно. Пропуск на территорию получить проблематично, а идти далеко. Безусловно, я бы считаю правильным, если бы автобус от стоянки ходил бы здесь по городку и желающих бы развозил, с тем, чтобы люди не усложняли себя дополнительными пропусками, поисками, не усложняли бы работы в том числе и подрядных организаций, здесь находясь на площадке. С тем, чтобы граждане могли в субботу прийти, расписавшись в документе, получить ключи и уже заниматься дальнейшим обустройством своего дома. Напомним, на сегодняшний день ЖСК «Остров» включает 264 объекта. Членами кооператива являются 375 семей. Ранее на общем собрании при участии губернатора Олега Кожемяка утвердили дорожную карту, которая предусматривает подключение домов к инженерным сетям и укладки асфальта в поселке на острове Русском в этом году. Олег Завьялов и Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.